Я очень рад, что мы начали восстанавливать спектакль «Скамейка» здесь в Лос-Анджелесе. Для тех, кто не знает, мы последний год его играли в Испании. Ну, сделали его в Испании, играли в Израиле, играли в Швеции с украинской актрисой Верой Куценко. Спектакль уже отработанный, и я могу сказать, что он очень хороший. Я очень критично всегда отношусь к себе в первую очередь, но это прям топчик-топчик. И я надеюсь, что он и в Америке будет востребован. Мы сейчас его делаем с новой актрисой, с Олей Демидовой. И в мае Лос-Анджелес премьера, дать я скажу чуть позже. Спектакль «Скамейка» по легендарной пьесе Александра Гельмана «Скамейка». Играл и Табаков, и Гоша Куценко, и немцы, и японцы, и вообще все. Добрый день, друзья, не добрый день во мне, друзья. Алексей Панин в своем последнем интервью передать ездам в Испанию. В 19-м году, по-моему, это было. Говорил мне, что в этой стране, я имею в виду, в Россию, ему работать не дадут. При том, что пришел он тогда в эфир к нам с Лейлой Стрижемской, представлять фильм свой. Ну, он как режиссер делал фильм, ему дали денег на это дело. Но он сам согласился, что фильм вышел неудачный, песня совсем не о том. В этой стране, говорил мне, работать не дадут. Вот он уехал в Испанию. Я вот по соцсетям наблюдаю за Алексеем. У него ровно один спектакль. Вот этот самый Скамейкова. Он играл в Испании. Все посмотрели. Релаканты. Украинцы живущие там. Съездил он в Прибалтику. Как мы помним, не очень удачно там присел посрать его какого-то борделя. Был задержан, выслан. Потом вот перебрался в Америку. Я снова присел на эту скамейку. Мне кажется, что если он такого рода имел в виду работу, то здесь бы ему на этой скамейке дали посидеть. Легко. А денег ему давать на фильмы и проекты, по-моему, в Америке никто не собирается. Жизнью я получил все, о чем я мечтал в 18 лет. Я мечтал о дорогой иномарке. У меня их было не одна. Я мечтал о доме на Рублевке. Ну, когда вот это все началось, когда мне же хотелось быть тоже... Я же хотел быть звездой. Я не покупал себе дом на Рублевке, но у меня были возможности его снимать. У меня были много главных ролей. У меня было так, что у меня не было свободного времени. У меня было по 10 проектов параллельно. Я все получил. И материально, и творчески. Вот все. Потом жизнь повернулась иначе. Сейчас я думаю немножко в другую сторону. Мне кажется, что работать в этой стране мне больше не дадут. Благодаря определенным событиям в этой стране. Благодаря всем видео... Кровавый режим не даст? Нет, не кровавый режим, а именно все, что связано с моей репутацией. Постановочные фейковые видео, непостановочные видео, которые в нашей стране не укладываются в голове у многих. Опять-таки, меня обвиняют в том, что я это выкладывал. Ничего подобного. Все, что со мной попало в сеть, я имею в виду... Взламывали, да. Это все взломано. Я ко всему очень хорошо отношусь. Ко всем сексуальным фантазиям, предпочтениям, вообще ко всему. Но, к сожалению... Но я, честно говоря, не совсем чокнулся, чтобы в нашей стране, в России, все это вываливать во всеобщее обозрение. Вот. Что касается... Не дадут. Все. Артист Алексей Панин на ближайшее время, я не знаю, как будет дальше, он закончился. Работать здесь мне никто не даст. Помните, что у нас прозвучало «Никогда не говори никогда». А, когда? Вот я пойду. Надо быть та самая вилетовая шляпа. Так, следующую мечту называй. Вот хочешь ты, например, куда-нибудь съездить? Да куда, Вера, я не знаю куда съездить? Ну, подумай. Нет, я не знаю, но... Ну, куда? Понимаешь, понимаешь? Ну, куда-нибудь съездить? Ну, съездить! В Сибирь, в Сибирь! Родителей у меня из Новосибирска не было. Значит, едем в Сибирь! Да! Твоя жена должна это запланировать. Это же все доступно, Алексей. Да еще и дочку с мужем взять. Ты же хочешь, чтобы у тебя с ними хорошие отношения были? Вера, какая дочка? Я же тебе только что рассказывал. У меня жена бывшая по кличке Халена. Я никуда ее не пустит, Вера. Ну, ее-то... Да пустит! Пустит, пустит. Вот я тебе еще один пример приведу. Было, значит, в моей жизни момент, когда я решила Петра своего к Витьке мне допускать. Ну, я знала, он сына любит, копейку жалеет, а любить все любит. А я решила, все, никаких. И только я стала Витьку против отца настраивать, как мне приходит письмо от его третьей супруги. Ой, знаешь, Ложа, и такое письмо было замечательное. Такие слова там были, что я расплакалась и отправила висеть к ним на зимние каникулы. И ты знаешь, и так она хорошо за ним смотрела. Мне прислала три банки грибов, полный отчет, как он себя там вел, где спал, что ел, подробнейшим образом. И что? И вот что! Нет, что там было? А, он и сейчас, он, он и сейчас там, вот-за. Я тебе попрала, что он, что он в лагере, он там. Видишь, Леша, все можно изменить, если действовать. А не ждать, пока само собой разрешится. Я не помню. Я не помню. Хорош, Саша. А дочь ваша, она актриса? Ей 13 лет. Ну и что? Она актриса. Да. Актриса. Хорошая. Будет она в этом? Хочет. Хранили Владимира Абрамовича эту шу. Мне с ним посчастливилось работать в театре, в спектаклях. И Владимир Абрамович тоже один из немногих. Вот он терпел моего крутаса, и я ему благодарен, потому что я очень боялся его, когда мы начинали репетировать, я думал, ну точно и будет, у меня выгонят. И Владимир Абрамович меня полюбил, несмотря ни на что. И Владимир Абрамович умер, и мы его хранили, и Князев, хотя мы с ним очень, без него поверхностно знакомы, он ректор Щукинского училища, сейчас я, Князев, он ее увидел, и какие-то хорошие слова он сказал, меня как-то похвалил незаслуженно, я не знаю почему. Я говорю, возьмете в институт-то, когда придет? Он говорит, возьмем.